Всем привет, дорогие мои! И в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о контроле, как он в состоянии испортить нам жизнь, и о каких-то простых способах, как перестать контролировать все живое в вашей жизни. Меня зовут Игорь Погодин, и на этом канале я рассказываю много интересного из жизни. Я практикующий психотерапевт, и мне есть чем поделиться. Знакомы ли вам ситуации, когда контроля в вашей жизни становится слишком много? Либо вы даже не осознаете, что вы контролируете, но сталкиваетесь с массой неприятных ситуаций. Ну, например, вступая в контакт с другими людьми, вам кажется, что над вами сейчас могут посмеяться. Или, например, вы в контакте с другими людьми пребываете все время настороже в готовности себя защищать. Либо вот совсем неочевидная вещь, все хорошо в жизни, но вы сталкиваетесь с анаргазмией, например. Все эти проблемы от контроля. Я полагаю, что вообще практически все проблемы нашей жизни, и все болезни от контроля. Откуда появляется это стремление, друзья? Жизнь – это непредсказуемый процесс. Жизнь – это череда событий, которые никак не подвержены контролю. Контроль – это миф, контроль – это иллюзия. И что-то из этих событий нам нравится. И нам хочется эти события удержать, чтобы они все время уставались нам в жизни. Мы хотим испытывать приятные чувства. Мы хотим испытывать комплекс приятных ощущений от контакта с другими людьми, от путешествий, от поездок, от своей работы. С другой стороны, нас беспокоит масса вещей. Нам не нравятся чувства, которые заставляют нас страдать. Хоть чувства и не должны заставлять нас страдать, но мы от них страдаем. И поэтому мы хотим от них избавиться. Нам больно, мы хотим, чтобы больно не было. У нас что-то не получается на работе, мы хотим с этим не встречаться. Мы пытаемся контролировать даже будущее. Завтра, послезавтра, через две недели у нас какая-то ответственная встреча, митинг, презентация. И у нас возникает сильный страх, что мы не справимся с этим. Сильный страх, что мы облажаемся. Сильный страх, опозоримся, и нас просто перестанут любить. И, конечно же, мы не хотим с этим встречаться. И поэтому мы создаем некую иллюзию внутри своего сознания о том, что мы контролируем происходящее в нашей жизни. Контроль – это лишь концепция, это мираж, это иллюзия. На самом деле мы ничего не контролируем. Тот, кто контролирует, он подтягивается уже позже, когда событие случилось. И, знаете, такой весь деловитый говорит, это я, это я. Помните, как в нетленке Агаты Кристи, в песне «Молитва» – это я нашел, это я нашел, это мой новый способ молиться. Вот так, соответственно, и здесь, когда событие приятное прибегает тот, кто в это событие себе припадет, говорит, это я, потому что случилась череда предварительных событий, я хорошо подготовился, я вообще умничка, молодец, я хорошо выспался, например. Вообще я просто очень талантливый человек, я много над собой работал, или, например, я просчитал все возможные сложности, ошибки и так далее, и поэтому у меня случилось хорошо. Либо, например, вы говорите, упрекая себя, «Ну вот я не досмотрел, ну вот я мог бы предположить, что так может случиться, но не сделал это», или «Куда смотрели мои глаза?» И вы начинаете корить себя, посылать голую пеплом, и в том и в другом случае казалось бы, в первом случае вам приятно, но ненадолго, а в том случае вам очень неприятно, и вам хочется как можно быстрее с этим распрощаться. И поэтому контроль становится вечным. Но у контроля есть и побочные эффекты, потому что вы не в состоянии встретиться с чем-то довольно важным в вашей жизни, что не предполагает контроля. Вы не можете по-настоящему радоваться, искренне радоваться, без всякой идеи, просто как ребенок радоваться от того, что простые вещи случаются в жизни, от того, что съел вкусную конфету, от того, что погулял с другом, от того, что попал мечом в ворота, от того, что просто увидел интересное насекомое, и какое-то время за ним наблюдал, а потом вот насекомое вспорхнуло и улетело. Вы ведь уже не можете так радоваться, правда? Вам просто не нравятся какие-то проблемы в вашей жизни, что вы не можете построить близкие отношения, не можете испытывать удовольствие от секса или страдаете астмой, положим. Но вы же не думаете, что это связано с контролем, правда? Вы просто от этого немножко мучаетесь и, соответственно, страдаете. Второй побочный эффект – это постоянно сопровождающий страх. Контроль всегда будет сопровождать страх, потому что, как я уже сказал, контроль – это иллюзия. А, следовательно, вы не можете действиями, основанными на контроле, спасти себя и предохранить от угроз будущим. Поэтому вы будете все время бояться. И несмотря на то, что вы сегодня выстроили целый каркас контроля вашей жизни, казалось бы, все живое находится под контролем вашей жизни, вы начинаете бояться тем сильнее. Как говорили в моем детстве, чем больше шкаф, тем громче падает. Чем больше вы построили здание контроля, тем больше страх одолевает вас, а вдруг оно все разрушится, как карточный домик. А ведь в контроле есть карточный домик. Поэтому страха становится все больше. Дальше порочный замкнутый круг. Контролировать вам нужно еще больше. Контролируете еще больше, вроде и довольны, возможно, этим больше, либо что-то не получается, вы никогда не застрахованы от неудачи. Вы можете испытывать очень большие сложности с тем, что у вас не получается контролировать, но даже когда получается, все время в фоне находится страх. Страх, что так будет не всегда. Сегодня-то хорошо, а завтра будет плохо. Если сегодня вы радуетесь, то завтра обязательно что-то случится. Случится какая-то катастрофа, вы проиграете, у вас не получится, ваш бизнес ожидает крах, а близкие отношения, закончатся расставания. И это большая проблема. Большая часть людей, которые приходят к нам в Академию, в наши программы, это люди, которые в ту или иную степень страдают от контроля. А наши программы как раз предназначены для того, чтобы дать возможности людям посмотреть, что на самом деле в жизни нет ничего угрожающего для вас. Чуть позже я расскажу вам, как это сделать, но если вы хотите присоединиться к нашим программам, переходите по ссылке в описании и добро пожаловать в одну из наших программ. Что же я предлагаю сделать, друзья мои? Альтернативой контролю является отдавание естественному течению жизни. Есть еще одна очень важная вещь, которую вам нужно усвоить. Контроль всегда основан на связи с будущим. А это значит, что в настоящий момент вы покинули, вы сбежали из настоящего момента. И оттуда появляется, собственно, выход, как обходиться с контролем. Если контроль возникает на стыке настоящего будущего, вы из настоящего все время стремитесь убежать в будущее, то все, что вам нужно для избавления от контроля, это, поскольку контроль основан все время на связи настоящего будущего, путем улетания из настоящего в будущее, вы же будущее хотите проконтролировать, то противоядием контроля является укорененность настоящим. все, что вам нужно для того, чтобы перестать контролировать и принять непредсказуемость жизни текучей, это укоренится в настоящем. Как это сделать? Например, одна из самых типичных ошибок, которые допускает начинающий психотерапевт, а мы много лет занимаемся обучением психотерапии, и именно здесь наша главная экспертиза заключается в том, что терапевты стремятся проконтролировать ход терапевтической сессии для того, чтобы она была глубокой и эффективной. И поэтому время от времени у них возникает в голове, когда они сидят перед своим клиентом, возникает вопрос, что делать, как поступить, какую интервенцию сделать, какая интервенция будет максимально эффективной, а вдруг не получится, и в голове начинает звучать этот вопрос. Этот вопрос от контроля, пока он завалированный и не очень заметный. Что делает терапевт? Он пытается на этот вопрос ответить, и тут он попадает в ловушку. Как только он начинает пытаться ответить на этот вопрос, новый вопрос «что делать?» начинает звучать в висках сильнее, и промежуток между ними все время укорачивается. Что делать? 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 И все более навязчиво. Вы пытаетесь ответить на этот вопрос, но тревога не проходит. Что делает терапевт, как правило, делает кучу бессмысленных интервенций, задает много вопросов, даже не слышит ответов на эти вопросы, в итоге все устали. Что нужно сделать в этот момент? Какова альтернатива? Альтернатива остановиться и задать себе другой вопрос. И с этой точки зрения в некотором смысле можно считать его более правильным. А что есть? Не что делать, а что есть. Потому что вопрос, что есть, он адресует в настоящий момент. Ничто будет завтра. Завтра не существует. Когда вы окажетесь на презентации, которую вы так боитесь сейчас, вы окажетесь в настоящем моменте, вы снова будете в настоящем моменте. Вам никогда не покинут настоящий момент, как бы вы ни старались. И поэтому лучший ориентир. Задайте вопрос, а что происходит? Как сидит моя попа сейчас? Что происходит с моим телом? Как я сейчас дышу? Что происходит с моими чувствами сейчас? Как проявляются мои желания? Что я вижу вокруг себя? Как я замечаю глаза человека напротив меня? Как я к нему отношусь? Как я слышу его слова и как эти слова производят на меня какой эффект? И вы все больше начинаете укореняться в настоящем и замечаете, что на самом деле вам ничего не нужно контролировать. В настоящий момент полон, исчерпывающий и прекрасен сам по себе. Вот тогда появляется то, о чем мы часто говорим в наших видео в присутствии. Вы просто поселяетесь в этом настоящем моменте. Если у вас это получится, вы увидите, что все, что вы делали раньше, просто представляется тупо неинтересным, скучным. Что вот эта новая жизнь в настоящем моменте, она окажется чрезвычайно увлекательным. Вы просто его игнорировали все время. Потому что вместо того, чтобы осознавать все богатство того, что сейчас происходит, в простом разговоре с вашей подругой, с мужем, когда вы смотрите друг на друга, все время замечаете что-то новое. В настоящем моменте всегда есть что-то новое. Новое появляется только в настоящем моменте. Оно не появляется в понедельник. Оно не появляется завтра. Оно проявляется только в настоящем моменте. А как вы относитесь к этому новому? Как изменились вы? А как изменился ваш муж за последние 10 минут? Да бог с ним, за последние 2 месяца, 2 года. Да ладно, за последние 10 лет он изменился? Что сейчас изменилось? Как сейчас вы к этому относитесь? Как с этими новостями вы хотите сейчас обходиться и жить? И тогда вы начинаете замечать, что вот это стремление контролировать, оно как катавизм. Оно растворяется, оно пропадает, оно становится ненужным, неинтересным. Нам концепции нужны лишь до тех пор, пока мы так спасаемся от своей тревоги. Как только мы укореняемся в настоящем, первое, что исчезает, тревога. И нам больше не нужно контролировать. Помните классическое описание тревоги, данной Фрицем Перлзом, основателем гиштальтерапии. Тревога – это остановка возбуждения плюс угнетение дыхания. И еще. Тревога – это всегда попытка отказаться от того, чтобы быть здесь и сейчас и улететь в там и тогда. Тревога возникает только в тот момент, когда вы находитесь не в сейчас. Фриц Перлз даже на своих лекциях предлагал аудитории такие эксперименты. Попробуйте сейчас посмотреть, что происходит с вашим телом. Думали ли у тебя о будущем? Нет. А у кого сейчас есть тревога? Поднимите руку. Где вы сейчас находитесь? Настоящем или будущем? В будущем. Вы всегда будете находиться не здесь, сейчас. Если вы испытываете тревогу, страх, скорее всего, в будущем. Если вину, скорее всего, в прошлом. Понимаете, да? Противоядие всего этому – это быть сейчас. И тогда вы увидите, что контроль всегда был миражом, что контроль всегда был чем-то, чего не существует. На этом канале очень много видео, посвященные в том числе и контролю, в том числе и чувствам, которые не поддаются контролю и присутствию. Поэтому переходите, погуляйте по этому каналу и посмотрите другие видео, которые, очевидно, могут оказаться вам интересными. А потом просто попробуйте посмотреть, что происходит в настоящем моменте. Почему я так много повторяю? Видите, как сугестия такая несколько раз. Потому что со временем вы начнете сами видеть, что никакой иной реальности нет. И что то, что вы раньше думали, называется контролем, было суетой, обслуживающей страх. Потому что на самом деле вы никогда ничего не контролировали. И чем больше будете поселяться в настоящий момент, тем меньше будет контроль. Я недаром повторил этот тезис четыре или пять раз. Я надеюсь, вам удастся прикоснуться к этому волшебству настоящего момента. Ну что ж, если вам понравилось это видео, подписывайтесь. Можете не ставить лайк, если не хотите. Просто подпишитесь, и у вас будет возможность следить за новым видео, которые с регулярностью выходят на этом канале. С вами был Игорь Погодин, и увидимся с вами в новых видео. Пока-пока.